Друзья, сейчас мы поговорим с вами о важной теме, такая тема как авторизация, плюс поговорим о событиях в рамках ресурса. Начнем с авторизации. В особенности для админ панели авторизация крайне важна, так как может быть множество пользователей админ панели, и нужно разделять их права доступа. Кто-то видит определенные разделы, кто-то нет, кто-то имеет право удалять, редактировать, кто-то нет. Все в таком духе. Moonshine, еще раз, это обвертка над Laravel, над моделями в Laravel. В рамках Laravel есть крутой механизм политик, и эти же политики мы можем использовать и в рамках Moonshine. И сейчас мы посмотрим, как это работает. Забегая вперед, работает это крайне просто. Но прежде чем мы взглянем на эту тему, я хочу обратить ваше внимание на еще одну особенность Moonshine. Я думаю, вы уже заметили, что у нас есть пользователь, администратор, их может быть несколько, вот они у нас здесь, и это отдельная таблица Moonshine users. И у кого-то из вас, я думаю, возник вопрос, я не хочу использовать эту таблицу, я хочу использовать дефолтную users, либо какую-то свою, и сделать собственные реализации. Можно ли это сделать в Moonshine? Ответ, да, конечно, можно. И давайте посмотрим, как просто это делается. Для этого, друзья, нам необходимо с вами открыть конфиг Moonshine, далее перейти в раздел off, и в целом мы можем просто с вами переключить здесь guard на web, и у нас уже будет работать. То есть мы с вами возьмем из off дефолтный guard web, который у нас provider users на сессиях, и модель по умолчанию user. Простой вариант, это будет работать, точно так же, как и в целом, если мы оставим guard Moonshine, но при этом просто возьмем с вами и изменим модель с Moonshine user на user. Окей. Давайте попробуем. Обновимся. И увидим, что нас уже выкинуло, так как сессия не соответствует. Давайте для начала создадим пользователя в user, так как у нас таблица users, скорее всего, пустая. Перейдем сюда. Давайте откроем tinker. и сделаем user, create. Давайте через фабрику, factory, create. И укажем, что у нас email будет admin user com, пусть будет так, а пароль, чтобы точно не забыть, он у нас будет 12345. Отлично. Точка запятой. Пользователь создан. Давайте возьмем его email. А пароль, я думаю, мы запомнили. Окей. 12345. Отлично. И мы заходим с вами уже через модельку юзера. Все еще в нашу админ панель нам доступен пользователь, профиль. И все, что нам с вами останется сделать, это взять и в целом, если нам не нужна эта моделька дефолтная, и все эти moonshine users, moonshine user role, просто выпилить, дописать свой ресурс на юзера и взаимодействовать с ним. Вот так, друзья, крайне просто. Поигрались, поговорились и достаточно. Давайте вернемся к moonshine user. Я обычно использую именно эту модельку и таблицу. Мне ее достаточно. И давайте возвращаться к теме авторизации. Снова нас выбросило, так как мы сменили с вами модельку, сессия уже не актуальна. И, друзья, скажем, давайте в рамках статей немножко поиграемся и права доступа изменим. Что для этого требуется? Мы уже говорили, что работает через политики, но чтобы эти политики были доступны, нам необходимо переключить ресурс в режим взаимодействия с этими политиками. Для этого нам необходимо воспользоваться свойством withPolicy, которое по умолчанию false, мы его переключаем в true. Окей. После этого наш ресурс будет работать с политикой articlePolicy. В политике у нас это тема Laravel, мы ее рассматривать в рамках гайда по moonshine не будем. Есть на канале гайд об этом. Можете посмотреть, если эта тема вам не знакома. В итоге, вот она политика у нас под article, уже создана. И сейчас мы ее с вами разберем. В целом, она дефолтная. Если вы сгенерируете через artisan политику, она будет выглядеть точно так же, только в данном случае будет простой юзер, а не moonshine юзер. Я в рамках админки просто взял и поменял здесь на moonshine юзер, так как он у нас авторизован. Если вы используете провайдер с простым юзером, то вам вообще ничего не придется делать. И методы viewany для просмотра всех статей, view для просмотра какой-то определенной одной статьи, create для создания, update для редактирования, delete для удаления, restore, если у нас soft delete и мы восстанавливаем запись, force delete, если мы все-таки хотим от нее избавиться. И новый метод это mass delete. Это у нас массовое удаление, которым мы пользуемся, когда с вами выбираем несколько записей вот здесь и нажимаем на удаление. Этого метода по умолчанию в политиках нет, но вы его можете добавить и он также будет работать. Окей, друзья, мы с вами переключили, давайте обновимся. И у нас пока что все с вами работает. Почему работает? Потому что у нас viewany для всех true. Давайте поставим false. Окей, вернемся, обновимся. 403 ошибка. Можем сделать, скажем, условие отсюда, если у нас роль id1. Давайте вернемся. И статьи у нас работают, так как наш пользователь действительно администратор и его роль id1. Давайте немножко изменим условие, пусть здесь будет true, но при этом create сделаем false. Окей. Смотрите, друзья, помимо того, что при заходе на create у нас будет 403 ошибка, у нас также скрывается и кнопка по добавлению. И то же самое у нас будет и в рамках view. Давайте сделаем false. Давайте также сделаем false на delete. Ну и в принципе достаточно. Вернемся, обновимся и видим, что у нас нет view, нет кнопки удаления, есть только редактирование. Редактирование мы с вами апдейт не трогали. Давайте вернем все как было. В целом, я думаю, вы и так поняли суть, как это работает. Стандартные политики, стандартные методы, за исключением одного нового на массовое удаление и просто переключение ресурса в рамках взаимодействия с политиками. Крайне просто. Друзья, и мы перемещаемся к теме событий. В целом, у нас модель, мы уже об этом хорошо знаем. В рамках модели есть события, и мы через метод boot, через ивенты, можем вешать собственные и там после добавления, перед добавлением, добавлять то, что нам требуется. Но возможно, у нас в рамках веб-версии также идут взаимодействия с моделькой. Мы не хотим там городить логику, что у нас road, админка, и только в таком случае делать такие-то операции. А хотим в рамках взаимодействия с моделью в ресурсе добавлять свои события. И в moonshine они есть. Для этого необходимо перейти в документацию, в раздел события и здесь посмотреть на все возможные варианты. Как видите, их немало и они хорошо расписаны. Все, что нужно, нам к ресурсу добавлять эти методы и делать свою необходимую реализацию. Давайте попробуем с одним из событий, скажем auto-created, после того, как запись у нас добавлена. Добавим его с вами в article ресурс. Пусть будет вот здесь. мы видим, что у нас есть на входе item, можем с ним повзаимодействовать. И давайте придумаем следующее. У нас к статье также привязаны с вами комментарии. Давайте после добавления статьи будем автоматически добавлять какой-то один комментарий, просто чтобы поиграться. Окей, сделаем item, далее у нас comments, create и пусть будет что у нас там user id по-моему обязательный. Возьмем текущего пользователя moonshine id и добавим текст, пусть будет что-нибудь рандомное, по-моему, здесь был такой метод, видимо, через класс str random на 10 символов. Отлично, давайте попробуем так. Окей, вернемся, вернемся в статьи, откроем определенную, у нас здесь как раз никаких комментариев нет, и это у нас id 99. Окей, давайте ее сохраним. Во-первых, получим 403, так как у нас есть с вами политика, которая, видимо, блокирует нам апдейт. Да, мы можем обновлять только там, где мы с вами авторы. Давайте пока что отключим политики, чтобы не заморачиваться с авторством, и еще раз обновимся. Вернемся в нашу статью, сохраним, и при этом никакого комментария у нас с вами не добавится. Почему так? Потому что мы пользуемся с вами методом авто крейтед после добавления, но при этом мы обновляем. У нас запись не добавляется, она уже есть, поэтому это событие не срабатывает. Нам нужно авто апдейтед. Мы с вами обновляем запись, редактируем. Давайте поменяем, вернемся, еще раз нажмем сохранить, и получим с вами ошибку, что у нас комментарии ссылаются на модельку user, а не на moonshine users. А мы с вами передавали как раз текущего юзера. Давайте посмотрим, что у нас там есть по пользователям, что за юзеры 1, 2, 3. Окей, давайте возьмем и проставим здесь не текущего, а первого. Отлично, вернемся, обновимся, отправим запрос. Вроде как что-то сохранилось, но нам нужно еще проверить. Заходим, смотрим, и видим, что наша статья также имеет комментарий с каким-то рандомным текстом, все то, что мы с вами заполнили и добавили в рамках ивента. И в таком ключе, друзья, вы можете взаимодействовать. Если у вас что-то сложное, скажем, после добавить, до добавить, также есть интересный момент уже для разработчиков, если вы будете писать кастомные поля, то в рамках полей вам также доступны методы до сохранения и после сохранения. Давайте провалимся в поле и увидим их здесь. Они у нас будут вызываться точно так же в рамках ресурса, но в рамках каждого поля. Каждый раз, когда поле будет сохраняться, оно будет также вызывать before save и after save. Вы можете писать кастомные поля и изменять эти моменты под себя. Как взаимодействую со спати пакетом Media Library и он как раз работает через эти события. Ничего не добавляет в основную модель, но при этом после сохранения сохраняет в таблице от спати, где хранятся изображения. То есть здесь уже все зависит от вашей фантазии. Чего нет, вы можете писать кастомные поля, взаимодействовать с событиями ресурсов, писать собственные тюнинги под каждое поле, метрики, фильтры, декорации, все что угодно, друзья. Moonshine крайне гибкий и это мы с вами еще не дошли до кастомных страниц.